В 2016 году началось строительство газопровода до турзоны Белокуриха-2. Его общая протяженность 28 километров. Это позволило провести газ в гостиничный комплекс Олимппарк. Несмотря на скалистую почву и перепад высот в 600 метров, трубы с усиленной изоляцией прослужат 50 лет. Стоимость работ составила более 200 миллионов рублей. На головном пункте тоже было использовано такое ноу-хау в Балтайском крае. Пункт редуцирования газа такой один. Он автоматизирован полностью и по энергоснабжению может работать в автономном режиме. На нем установлены солнечные батареи. Это действительно современная технология, чистая, в автоматическом режиме все работает. Но это очень важно. Ну а так, конечно, я 5 лет назад, когда начинал строить здесь, самому немножко слабо верилось, что все это возможно. Но это все случилось. Конечно, этому рад. Мощность газопровода такая, что рядом можно построить еще одну Белокуриху, говорят специалисты. Наш регион продолжит участие в государственной программе развития туризма в Алтайском крае. И появление новых турбаз в Белокурихе-2 – это дело времени. Действительно, здесь развитие идет. И можно смело сюда заходить. Вы сами видите, какая здесь прекрасная природа. Какие здесь прекрасные склоны горнолыжные, которые уже востребованы, уже люди приезжают, катаются. На территории Белокурихе-2 уже действует музей шоколада, лыжно-биатлонный комплекс, Мишина гора и различные арт-объекты. И мест для новых застроек достаточно. Дмитрий Дроздов, Михаил Ильфуншан. Новости.